Восстановление железнодорожного пути на участке Басарабяска-Березино, который вновь свяжет Молдову и Украину. Это стало основной темой встречи министров инфраструктуры двух стран. Она прошла в четверг, 23 июня, в Басарабяске. В ходе переговоров, проводившихся в здании железнодорожного вокзала, обсуждались и такие вопросы, как сокращение времени транзита грузов из Украины или в эту страну по территории Молдовы, запуск движения пассажирского поезда Кишинёв-Киев и другие. Главным пунктом повестки дня стало подписание меморандума о сотрудничестве между министерствами инфраструктуры Молдовы и Украины. Как отметили представители обеих сторон, благодаря восстановлению транспортного маршрута Басарабяска-Березино, Молдова сможет экспортировать и импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, снизив нагрузку на порт Рени. В то же время, через этот участок железнодорожного пути, Украина получит возможность экспортировать товары в Молдову и страны ЕС, что крайне важно в условиях военного времени. Басарабяска-Березино-Украина, в ситуации, в каком регионе, реабилитация этого транспортного маршрута способна для того, чтобы сэмпортного маршрута также увеличиться. В то же время, это важно и, если хотите, для всей жизни, мы знаем, что мы видим в праге, что мы у нас есть в среднем Алиментар на уровне глобал, а Украина – репрезентант у страны, из которых экспорта гранина в моде специальной. Все понимаем, что до войны Украина – это большая экспортная страна, примерно 150 миллионов тонн вантажей мы экспортировали в разные страны света. Большинство – это, конечно, аграрная продукция. 80% от этого экспорта шло через порты на Чорном море. Сейчас наши порты заблокованы Российской Федерацией, поэтому для нас все доступные каналы, которые мы можем расшивать вузькие места на кордонах, увеличивать экспорт через наших захидных партнеров, среди которых есть Молдова через наши захидные кордоны. И вот этот проект важный, потому что это залезницы, залезничные переходы, они могут пропускать значительно больше вантажей, чем обычные вантажевки, вантажные автомобили, поэтому мы будем это намагаться сделать какомога быстрее. Власти Украины намерены восстановить железнодорожную ветку в кратчайшие сроки – порядка двух месяцев. Общая протяженность этого участка – 22 километра, из которых более 20 проходит по территории соседней страны. Железнодорожное сообщение в данном направлении было прервано еще 25 лет назад. Но басарабчане до сих пор с ностальгией вспоминают те времена, когда за считанные часы можно было добраться на поезде до черноморских курортов или до Одессы. В принципе не с нашей стороны, это с стороны Украины, потому что там у них повально пошла пустовая гнилость. И вот они разобрали свой участок, а наш участок и сегодня стоит 1200 метров. Когда есть этот путь, тем более она связывала нас с Украиной. Конечно, люди не были довольны тем, что закрыли. И были попытки после этого раза десять разными генеральными директорами мы съездили в Одессу, в Березино, вот-вот стоял на грани открытые, потом опять что-то не так. Вот на сегодняшний день мы пришли к такому, что надо открыть. То есть не только мы, но они почувствовали, что им больше надо этого. По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну, реформы на железной дороге окажут позитивное воздействие и на социально-экономическое развитие басарабяски. Мы, видите, что через очень маленький времени мы успели релансировать большие проекты в эту зону. Инклюзив, что мы сегодня сегодня, несколько лет назад, начну проекты реабилитации о Кэй и Ферате до Джорджюлещ. И с господом министром мы поговорили о порте на Джорджюлещ, о Кэй и Ферате, о интерконнекциях. Мы верим, что очень много не инвестировано здесь. И я надеюсь, что, если мы адресируем и работники из Басарабяска, из зоны, что этот проект будет становиться, если хотите, фанион для развития регионального развития, для строительства, для работы для наших жителей из этой зоны. Восстановление одного километра 200 метров железнодорожного пути на участке Басарабяска-Березино, который проходит по территории нашей страны, обойдется Молдавской железной дороге примерно в 12 миллионов лей. Но, по мнению руководства госпредприятия и властей республики, эти инвестиции окупятся за достаточно короткий период времени, так как грузоперевозки в южном направлении возрастут в несколько раз.